И всем привет, дорогие друзья и мои подписчики, с вами снова я, Лазер, и сегодня я буду проводить вот такую вот штучку, ну скажем так, видео, где я буду вам рассказывать, ё-моё, какие танки тут хорошие, какие плохие, какие ещё хуже, ну а какие прям замечательные. И да, отличная у меня идея, кстати, для ролика, потому что я сам-то особо сильно в технике не разбираюсь, ну в том плане, что я не тот человек, который занимается характеристиками техники и так далее, какая там лучше, какая хуже. То есть я это сделаю исключительно по моему личному опыту, какие, ну какие танки у меня есть, каких танков у меня нет, но при этом я знаю, что это такое. В общем, так что, ребят, если вы сразу будете против на первом же танке, так что можете даже это видео не смотреть. Ну, не то, что я вам его запрещаю, просто, ну, я могу где-то затупить, для меня это норма. В общем, давайте начнём, наверное, со СТРВ-81, я не помню, сколько там было изначально количество техники, мне кажется, 4000, потому что если бы было 6000, ну, я сомневаюсь, что-то настолько быстро раскупили в первый же день. Ну, что я могу сказать, у меня данного танчика нету, то есть за него нажать нельзя, посмотреть характеристики тоже нельзя. Ну, по сути, это восьмёрка, и, по-моему, он продавался несколько месяцев назад, или месяц назад. Продавался он, получается, в контейнерах, и чтобы его получить, нужно было либо его достать с контейнера с шансом 5%, либо собрать 30 частей. Ну, я, наверное, не буду на нём долго заострять внимание, только потому что, ну, таких подобных танков на восьмом уровне достаточно много. То есть взять, ну, вот это, получается, восьмой уровень, насколько я понял, и это СТ-шка. Насколько помню, это СТ-шка. Подобных СТ-шка достаточно много. Например, Defender, защитник, которого, кстати, все хотят. Ну, не знаю, как все, но вот у меня друг его хочет. То есть, достаточно хорошая тачка. Ну, я, в принципе, тоже бы не отказался, если бы он у меня появился. То есть, достаточно хорошая тачка, этот Defender. Насчёт СТ-РВ, ну, он очень сильно напоминает Центериона. Вот обычного Центериона, который на восьмом уровне. В ветке этого... В ФВ-шке. Ну, СТ-шка. ФВ, по-моему... ФВ-4, чё-то... Чё-то такое. Не 40-05, естественно. Я не помню, что это за ФВ-шка. У меня она есть. У неё фугасное орудие. И, в принципе, мне она немножко даже нравится. Правда, её многие хейтят. Непонятно почему, потому что СТ-шка, правда, хорошая. Мне она прям нравится. Ну, в общем, что насчёт СТ-РВ? Ну, не знаю. В принципе, ну, за 10 тысяч явно его покупать нет смысла. Потому что, во-первых, это просто Центерион. И просто, ну, вот, как-то изменён немножко. То есть, вот эти уши у него, скорее всего, не пробиваются. А вот сюда его будут пробивать спокойно. То есть, подобных танков, ну, на восьмом уровне хватает. То есть, если рассматривать что-то подобное, лучше уж взять Дефендера. Он хотя бы барабанный. У него, по-моему, ДПМ неплохой. Или хреновый, не помню. Но пушка у него хорошая. Вот это я точно знаю. И броня у него, кстати, тоже замечательная. Его, у него, по-моему, нету вот этих вот лючков. Ну, а если и есть, то они минимальные. Дальше. ТС. Ну, честно сказать, хрень. Когда её ещё выпускали, по-моему, она тоже была в контейнерах. По-моему, да, она как раз была в контейнерах. Но это, правда, было год назад. Ну, блин, я не знаю, кому она нужна. Ну, в принципе, цена сама за себя говорит 5600. Хотя, мне кажется, она должна стоить чуть дешевле. Хотя бы ровно 5000. Потому что, ну, мне, ну, блинчики. Я не против поиграть на ПТ-шках, если это ПТ нормальные. Ни Черепаха, ни Т28, ни Т28 Дефендер. Хотя его, ну, некоторые люди любят. То есть, в принципе, тачка-то, не знаю, по-моему, по-моему, она фигня. Правда. Потому что для чего вы вообще покупаете премиум танки? Несколько причин. Нагиб. Фарм. Ну, в принципе, все. То есть, нагиб и фарм. Больше, мне кажется, причин нет. Либо нагиб и фарм, либо по отдельности. Ну, в ней нет ничего такого, за что ее нужно покупать. Она медленная. То есть, этого хватает на ветке бабахи. Этого хватает на ветке Е3. На Т28 и на Черепахи. Ну, зачем платить еще и настоящие деньги? Ну, или вообще просто игровое золото? За то, что никому не нужно. Я не знаю. То есть, мне кажется, даже если она упадет до самой минимальной стоимости, ну, больше просто не упадет, то ее никто покупать не будет. Потому что, ну, мне лично эта ПТ-шка вообще не нравится. У меня даже есть ее брат. Это тоже восьмой уровень. Какой-то торт или что-то подобное. Британская тоже штука. Она мне выпала с сундука. Я, если честно, был очень расстроен. Ну, ладно. В общем, это хлам. Покупать не советую. Астронрекс. Ну, что тут можно сказать? Я не знаю. Тачка, мне кажется, исключительно на любители. То есть, если у ТС-5 этих любителей почти нет, то Астронрекс хотя бы просто на любителей. Почему на любителей? Во-первых, у него хреновый ДПМ. То есть, вот только из-за этого. Я даже говорю не про статистов. Я вообще, в принципе, говорю про любителей. Потому что у человека, может, процент маленький. Он может хорошо играть. Ну, то есть, процент не показатель, ребят. Показатель это средний урон. Вот, я считаю именно так. Процент, я считаю, ну, в большинстве случаев, правда, может быть показателем. Но, порой, я считаю, он не играет роли. Почему? Потому что, если человек играет хорошо, это можно сразу понять по среднему урону. У него может быть слабая статистика. Почему это может быть? Потому что ему не везет на победы. Если, ну, вам попался, скажем так, человек, который просто твердит, что у него офигенная статистика, а все, что ниже, это хлам. Ну, ребят, это не показатель вообще. Показатель это средний урон. Я считаю, на него лучше всего надо и смотреть. То есть, средний урон на танках, средний урон, который по аккаунту. Это самое важное. Так вот, вернемся к Астрон Рексу. Почему штука на любителе? ДПМ, как я уже сказал, ужасный. Брони никакой нет. То есть, его спокойно пробивают в НЛД, то, что выше НЛД. Его даже в башню возможно пробить. А про вот эту вот, скажем так, шишечку, я вообще молчу. Ну, на то и понятно. Он стоит 7600. Потому что, поскольку... Ну, не знаю, поскольку, не поскольку, но взять того же СТРВ, он стоит 10 тысяч. Хотя он продавался достаточно... Ну, нисколько давно. По-моему, он продавался месяц назад. Ну, раз он стоит 10 тысяч, а этот 7600, ну, прям явно видно, что они в этом... Ну, то есть, у СТРВ явно больше любителей. Хотя почему-то... А, ну, хотя Астрон Рекса почему купили? Потому что цена меньше. То есть, это тоже играет роль. Но, мне кажется, если выбирать хотя бы этого Астрон Рекса и СТРВ, если вы хотите прям нагиб, то лучше уж взять СТРВ. Но, опять же, я говорю, лучше подождать Дефендера и купить его. Либо другой подобный танк. Ну, средний. Потому что подобных танков, ну, достаточно много, ну, именно как СТРВ. Астрон Рекс у меня он есть. Правда, на Евросервиге мне он не понравился. Я пытался на нем хотя бы какой-то средний урон держать, но у меня не получалось. Потому что не хватало ДПМа. Ну, то есть, он его, он слишком большое КД. Вот так вот скажу. А урон, блин, а урон между снарядами, чё, чё я говорю? А урон обычный, ну, от снаряда очень-очень маленький. То есть, по-моему, 200 или 250. Вот так вот. То есть, если даже брать хорошего барабанщика, то уж лучше брать, опять же, того же Дефендера. Не потому, что я рекламирую его вам купить. То есть, просто в сравнении, то, что он реально лучше. То есть, давайте даже вот, у меня тут уже есть сравнение. Давайте сейчас мне здесь напишу Астрон Рекс и Дефендер. Вот он. Давайте его даже сравним ДПМ. Вот, как видите, ДПМ у них существенно отличается. И на минуточку у защитника вот этого... А, это пробитие. Ё-моё. Альфа. 290. Да. Вы можете сказать, это классно. Это топчик. 21 КД. 21 КД. КД играет огромную роль. По сути. Я считаю, что правда. Во-первых, у него ХП больше. Дальше давайте посмотрим броня. А, где броня вообще? УВН-ы. А, ну УВН-ы у них одинаковые. А, нет, у защитника даже УВН-ы лучше. То есть, на этом танке ну, даже от УВН-ов не поиграешь. То есть, ладно бы у него были УВН-ы хотя бы. Это бы хотя бы как-то компенсировало бы такое КД. Но нет, у него УВН-ов даже нет. Так, где броня? Так, это доходность. Броня. Вот. Защитник. Астрон Рекс. 85. Да, вы скажете. Броня лучше. Это... А, это вообще броня корпуса. Я не туда смотрю. 120. 254. То есть, если бы у защитника было даже КД больше, он по броне выигрывал бы. У него нет вот этой фигни. То есть, она даже есть, как видите, но она минимальная. В нее при игре от УВН-ов в принципе попасть очень-очень сложно. то есть, это уже о чем говорит. А в этого, если включить голду, хоть в чоке стреляй, хоть в эту шишку огромную. То есть, о чем я и говорю. То есть, эти оба, ну, как бы, ой, а как, как их убрать? Так. Нет. Короче, защитник лучше. Все. Лучше мне нечего сказать. Я не знаю, почему-то этот астронрекс и защитник не убираются. Ну, ладно. Ладно, пусть они здесь сидят. Дальше. Скорпиоша. Танчик замечательный. Но только пушкой. И чем больше. То есть, пушка замечательная попадает в пиксели. Ну, да, в пиксели. Я лично вам советую подождать, когда его цена упадет хотя бы до 7000. Ну, или если до 7500. Ну, мне кажется, она однозначно упадет. И вот тогда его покупать. Ну, потому что, как бы, чем меньше цена, тем выгоднее и лучше. То есть, ну, поэтому он стоит достаточно дорого. Можно сказать, лучше, чем астронрекс. И, ну, недалеко от астровая. Хотя, непонятно, почему астровая вообще стоит 10 тысяч. Я не считаю, что он реально такая имба, которая стоит 10 тысяч. Ну, мы про золото еще потом поговорим. Так вот, ГСОРчик уже дальше идет. Тачка тоже хорошая. Пушка замечательная. Не такая, конечно, как у Скорпиона, но замечательная. Барбан великолепный. То есть, танчик прям хороший. Да, и стоит он, в принципе, дешевле, чем Скорпиончик. То есть, если у вас ограниченный бюджет, в принципе, вы можете взять и ГСОРа. То есть, он даже, конечно, чуть лучше по броне, но какая там броня будет играть роль? То есть, никакой, в принципе, роли там она играть и не будет. Ну, конечно, у ГСОРа больше шансов танкануть по сравнению с этим Скорпионом, но все же. Что касается, в принципе, этих обоих аппаратов, конечно, я бы взял, наверное, Скорпиона. Ну, потому что пушка великолепная. Правда, пушка огонь. Это тоже хороший. То есть, пушка хорошая, подвижность, ну, подвижность, ладно, мы не будем рассматривать. Пушечка прям тоже хорошая. Ну, если выбирать между этими двумя, я бы выбрал бы все-таки этого Скорпиончика. Но ГСОР тоже хороший. То есть, к покупочке тоже советую. Круп, вот этот Стир Ваффентрагер. Короче, ужас какой-то. Ну, у меня эта машина не совсем присутствует, скажем так. Она у меня есть на другом аккаунте, который, опять же, на Евросервире. Но, я не так часто играл на этом танке. Так что, я не могу про него ничего от слова совсем сказать. Вот, от слова совсем. То есть, в принципе, танчик-то хороший, по-моему. Ну, естественно, только пушкой. То есть, ничего более тут рассматривать нет смысла, поскольку это картон. По-моему, он прям даже неплохой. И его, насколько помню, можно даже было получить бесплатно на каком-то ивенте. Самое интересное, что на Европе-то я его забрал. А на СНГ я его не забрал. Я не знаю, почему я так решил забирать. Ну, на Европе у меня меньше танков. Я хотел бы и там все прокачать. Вот так вот. Честно, я не знаю, насколько этот танк хороший. Но, в принципе, он стоит 5000. Ну, семерочка. Я думаю, можно немного подождать, пока он упадет. Там, до какой-то определенной цены. И тогда уже можно его будет покупать. То есть, ну, танчик, в принципе, неплохой, я думаю. Камп, панзер 70 или КПФПЗ 70. Тачка хорошая. Присутствует броня. Присутствует бабахалка. Ну, если это можно так назвать. Ну, броня есть только в башне. Но, какая броня? В щеки пробивают. Сюда-сюда. В эту штуку пробивают. Так что, от УВНов тут не получится поиграть. Да у него и, по-моему, УВНов-то нет. Ну, для чего этот танчик? Мне кажется, просто вот выезжать, тычку дал и все. Больше ничего. Ой, больше ничего. От слова совсем не получится на нем сделать. Только, вот, тычечку и все. Ну, в принципе, танчик хороший тоже. Если цена будет достаточно неплохая, то есть, например, за 7000, я думаю, забрать его можно. Танчик, правда, хороший. Шкода. Шкода тоже, ну, неплохая машина. Это танк, если что, 8 уровня. То есть, Крабстер, Ваффентрагер это 7, КППЗ это 9. То есть, в принципе, танчик как-то тоже неплохой. У меня его нету, но я часто против него попадался, правда, на экшен-икси. В общем, у него вся голова красная. Несмотря на то, что у него присутствует этот лючок, его могут пробить только танки с хорошим пробитием. Ну, не то, что даже с хорошим, а с отличным, скорее. Вот эта штука, ну, то, что выше НЛД, назову ее так. Она тоже красная, и можно пробить только НЛД. то есть, для турниров, эта тачка хорошая, даже очень хорошая. Я не помню, по-моему, у нее есть УВНчики, по-моему, у нее есть УВНчики. Стоп, это же Шкода, да, это, по-моему, тяжелый танк, насколько я помню, это тяжелый танк. Есть еще другая Шкода, вот это уже средний танк, ну, я, честно, про эту Шкоду, ну, про ту Шкоду ничего не знаю, а про эту, вот, хотя бы что-то знаю, что, НЛДчики, что она достаточно бронированная. Ну, и, в принципе, к покупке тоже могу советовать, но, желательно покупайте, вот всегда, ребята, покупайте, когда цена максимально будет минимальной, насколько вот вы успеваете, ну, при нас купили ее только что, максимально, как только вы успеваете ее купить, по максимально маленькой цене, ну, насколько вы успеете. То есть, так, понятно, какая-то ерунда открылась, так вот, конечно, танчик хороший, правда хороший, то есть, я думаю, купить его тоже можно. ТС-60, ну, она как бы тоже попадалась, ну, да, она попадалась мне в боях, она продавалась в контейнерах, по-моему, люди говорят, что танк сильный. Но, я не знаю, это ПТ-шка, если что, это не тяжелый танк, это ПТ-шка. Я про нее вообще ничего не знаю, поэтому про нее мне сказать нечего, от слова совсем. Если про этого старого фентрагера мне еще как-то можно что-то сказать, потому что он у меня присутствует, а этого танка у меня вообще нет, я, ну, мало что про него знаю, от слова почти совсем не знаю, я знаю, что у него вот это по-любому все красное, вот сюда его будут пробивать, а вот сюда, ну, НЛД достаточно небольшое. Но, опять же, здесь не получится, скорее всего, поиграть от углов. Ой, не от углов, а от этих, от бортов. Не получится, в принципе, поиграть, потому что, ну, тут нет экранов и нет вот дополнительной защиты. То есть, если, ну, тут прям нужно максимально прижиматься прямо, чтобы поиграть от вот этих вот бортов. Вейнов тут никаких нет, потому что танк заднебашенный. Поэтому, ну, не знаю, в принципе, стоит 7500. Не, ну, с другой стороны, если покупать что-то хорошее, вот та же Шкода за 7000. Типа, зачем далеко идти, если вот тоже хороший танк Шкода. Поэтому я немного не знаю. Вот так вот. Ну, я бы, конечно, если выбирать между этими двумя, выбрал бы Шкоду. Кстати, напишите вообще в комментариях, ТС-60, насколько хороший танк. Вот, в принципе, может, я правда о нем вообще ничего не знаю. Вот. Ладненько, идем дальше. У нас идет Хелсинг. Ну, что Хелсинг, что Дракула, они оба хорошие. То есть, я думаю, тут про них вообще нет смысла рассказывать. Их покупают, на Новый Год практически почти в первый же день раскупают, но сегодня, видимо, не купили, потому что, ну, потому что не купили. А, нет, не в первый же день раскупают, в первые два или три дня, вот так вот. То есть, это вот лидирующие танки, которые, которых раскупают постоянно. Ну, вот так вот, типа Свет и Тьма и все такое. Ну, и понятное дело, они будут стоить достаточно дорого, как для своей цены, как для своего уровня, ну, вот так вот. Это, конечно, да, это жесть. Ну, в любом случае, если даже вы хотите его купить, подождите, когда хотя бы она упадет, ну, до более-менее разумной цены. И, конечно, если останется еще эти танки, ну, в продаже. Вот так вот. Ну, ладно. Все равно, что Хелсин, что Тракула, я их никогда не покупал на аукционе, я их доставал из сундуков. Ну, типа, они мне оба нравятся. У этого броня, двухстволка, у того скорость. Ну, типа, все. А, ну, еще гуслятся. Это чинится очень быстро. Вот так вот. Буфор, стартвагон. Ну, давайте я даже не буду ничего поговорить про него, я покажу тут, ну, на вот этом сайте. Если что, цифры брони, ну, по сравнению вот с ActionX и Акулой, они не играют от слова никакой роли. Ну, то есть, по крайней мере, броня в башне. И я расскажу потом, почему. Вот. Ну, давайте начнем, наверное, с ДПМа. Понятно, он у них будет ниже. Кстати, что интересно, Акула недалеко от этого Торнвагона. Я думал, у нее ДПМ получше. Почему я сравнил именно вот с этими танками? Потому что у Торнвагона, где УВН 10, у ActionX и у Акулы тоже 10. И, кстати, у Защитника тоже 10. Ну, по-моему, я уже говорил это. Вот. Ну, в принципе, у них УВН абсолютно одинаковые. То есть, вы можете идеально играть от препятствий. Ой, не от препятствий, от рельефа. И почему вы можете играть идеально? Опять же, расскажу чуть позже. Начнем, наверное, вот именно конкретно с ДПМа. Почему он у них сильно отличается? Потому что у них отличается броня. Причем очень существенно. Не по цифрам. Не по цифрам отличается. А, сейчас, где вот даже броня? У Форст Торнвагон 250. А, нет, стоп, это корпус. 270, хотя нет, она у него даже больше. Я думал, она у него меньше. Так, ладно, прошу прощения. Она у него больше, чем у экшена. Она у него больше, чем у акулы. Хотя мне всегда казалось, что у акулы броня лучше, чем у экшена. Потому что у нее вот этой шишки нет. То есть, ее пробить тоже почти невозможно, когда она играет от препятствий. Ой, от рельефа, вернее. Броня, корпуса, просто титановая по сравнению с тем, что вот у них, мягко говоря, просто вот реально титановая. То есть, отличается, ну, в принципе, в два раза почти. Ну, по сравнению с экшеном, по крайней мере. Вот. Ну, что касается ДПМа. У акулы и у экшена он отличается в два раза. Но, при этом, у экшена 190, у акулы 310. То есть, конечно, когда играть лучше от этих, от ДПМа, я играю на экшене, когда играть от брони, я играю на акуле. То есть, они мне оба нравятся. Я их обоих покупал. Не помню, на аукционе или нет, это было давно, но они достаточно оба сбалансированы. То есть, экшен даже немножечко имбовее за счет своего ДПМа. Просто цыганского ДПМа, я бы даже сказал. Вот. Но теперь Торрин Вагон. Он, кстати, что интересно, недалеко от акулы. Но, в принципе, как по ДПМу, так и по перезарядке. Ну, в принципе, можно сказать одно и то же. Ну, хотя нет, не одно и то же. Ладно, тут я сглупил. Так, ладненько. Насчет ДПМ, ой, насчет перезарядки. 12 секунд, 8 секунд, и тут 4 секунды. Ну, 4 с чем-то. Насчет Альфы, 400, 190, 310. Но почему я сказал, что броня у них, ну, у него кардинально отличается? Даже не по цифрам, а потому, что у него маленькая башня. она настолько маленькая, что там даже нет люка. Этим он и очень сильно отличился от Action X и от Акулы. У него очень маленькая башня, и ее невозможно пробить вообще ничем. То есть, какой бы вы не взяли калибр, ну, на 8 уровне, по крайней мере, да и, возможно, на 9 тоже, вы не пробьете его в лоб никогда. То есть, понятное дело, что я говорю от 7 до 9 уровня, про 10 я молчу. Там Яга, Бабаха, Объект, ну, про них говорить нет смысла. Понятное дело, что они пробьют кого хочешь. Но конкретно Туренваген ему, можно сказать, очень сильно повезло. То есть, мало того, что у него маленькая башня, она полностью красная, и на 8 уровне нету таких танков, которые способны его пробить просто в лоб. Ну, таких танков просто не существует пока что в игре. Я не знаю, может, их, конечно, скоро добавят, но пока что их просто нет. Поэтому можно просто в наглую выезжать полностью всей башней и раскидывать всех. Вас не пробьет вообще никто. Почему я так говорю? Потому что, ну, это правда, как бы, я много раз против него играл на разных танках. Я и ПТшки брал, и тяжелые, ну, СТшки и ЛТшки я не буду брать в чё-то непонятное, его не пробьют, не пробьют. Вот. Ну, можно сказать, что его, в принципе, невозможно пробить ничем на этих уровнях. Поэтому в этом он имба. Я ещё сразу подумал, а чё это разрабы сразу выпускают танк? Ну, понятное дело, в сундуках. Невероятно имбовый. В чём подвох? А подвох в том... Сейчас. Посмотрите на вот это. А, нет, стоп. Да, вот вернее на сведение. Разброс у них, кстати, одинаковый. 2-23. Это существенно очень играет роль. Ну, по сравнению вот с этими двумя. У них даже двойки нет. У этого 2-23. Поэтому лучше всего я, даже если буду покупать его, а я его, скорее всего, буду покупать, я буду уменьшать ему сведение, потому что 2-23 это не очень хорошо, но, однако, всё-таки мощно. Это не очень хорошо. Поэтому лучше убирать ему сведение. Разброс у него стабильный для этих танков. Конечно, у экшена он самый минимальный. А у этого, конечно, самый большой. Поэтому лучше всего уменьшать ему сведение. Разброс никуда не денется. Он как был, так и останется. Ну, ещё существенный минус. Помимо пушки, ну, нескольких маленьких показателей у пушки, это картонность. То есть, как только этот танк повернётся боком, или вы увидите его огроменное НЛД, он теряет всё преимущество. Его пробить остаётся, ну, прям, реально очень легко. Если у экшена есть существенный шанс, что его не пробьют даже в борт, ну, такой шанс есть вполне, что если начнут крутить, могут не пробить. У тронвагона такого нет. Он весь серый. То есть, более того, туда могут даже фугасы залетать. Поэтому этот танк уникальный, но только для игры от рельефа. Ну, и, естественно, его можно брать в турниры. просто замечательно там будет всех раскидывать, но одного его выпускать нельзя. Его сразу начнут крутить, его сразу начнут пробивать фугасами. Это вот торнвагон. Да. У экшена такой ерунды нет. Он быстрый. Акула, по-моему, то же самое. Быстрый танк. Этот буфор торнвагон, он и бронирование, он, по-моему, еще и медленнее, насколько я помню. Давайте даже проверим. Подвижность. Скорость 37. А, 36. Стопа. Не, у него же скорость. Скорость поворота. А где? Ладно. Мне казалось, что, видимо, я много чего о нем не знал. Но теперь я знаю. Ладно. Но в любом случае, вас начнут крутить, потому что у вас слабенькие борта будут на этом танке. То есть, даже если он будет как-то откручиваться, все равно начнут крутить. Корма, я про нее вообще молчу, если в бор даже могут фугасы залетать. В общем, танчик очень хороший, а в умелых руках это вообще имба. В прямом смысле. Да, в принципе, да и не в умелых, он тоже имба. Так что, ну, в принципе, я его, скорее всего, буду покупать. Ну, его достаточно тоже неплохо раскупили. Я его буду покупать, когда он будет стоить хотя бы 6 тысяч, потому что все золото, ну, не все, по крайней мере, большинство золота я буду тратить на новогодние коробки, которые буду открывать на стриме. Вот так вот. Так что можете приходить. Танчик хороший. Танчик, конечно, хороший. Но, опять же, есть существенные минусы. Это сведение, это огромное НЛД и вот сюда пробитие фугасами. Ну, про вот это вообще молчу. В общем. А, Defender даже появился, а я его даже не заметил изначально. Ну, тут, блин, в принципе, я его хвалил очень много раз, поэтому, ну, по сравнению вот с той штукой. И, кстати, он стоит даже дешевле, чем этот с ТРВ и чуть дороже этого. На 900 золото Астрон, Астрон Рекс. Так что, ну, блин, покупайте лучше его, правда, потому что его уже начали раскупать активно. Чифтейн, Чифтейн. Сейчас играется чуть хуже, но все равно замечательная машина. Конечно, вот сюда могут пробивать, ну, это база, на 10 уровне такое часто, особенно фугасы могут сюда еще залетать от бабахи. Танчик хороший, танчик хороший еще и за 16500, то есть его можем уже прямо сейчас покупать, но, конечно, лучше дождаться еще меньше цены, потому что танчик очень хороший, обычно его продают за 1020, а тут он уже 16000 стоит, поэтому, ну, я прям советую, правда, его покупать, он хороший, прям хороший, хороший, так еще и за такую цену. Дракула, ну, повелитель тьмы, больше говорить нечего. Крушитель, очень фановая штучка, очень-очень фановая, любят многие, любят просто и обожают. Ну, его раскупили, как видите, больше всех, несмотря на то, что он сейчас стоит максимально дорого. То есть, раскупили даже больше, чем Дракула, хотя в прошлом году было наоборот. Ну, про него нечего сказать, у него, в принципе, есть броня и пушка очень-очень сильная, так еще и с неплохой точностью, ну, как для таких бабахалок. Так что, в принципе, ну, конечно, если вы его хотите лучше покупать, ну, следить за вот этим таймером, когда остается хотя бы там сотня, лучше всего покупать. Сейчас можно, конечно, подождать, но лучше следить за вот этим таймером, потому что эта тачка у меня присутствует, я на ней тоже часто играю, так что, ну, крушитель прям реально хороший. Ну, а на этом все, вроде бы все танки разобрал, конечно, когда выйдет это видео, танков станет еще меньше, но вот так вот, мне просто прям очень хотелось сделать такой вот обзор на аукциончик. Ну, на этом все, ребята, на этом все. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ну, а с вами был Лазер, всем бай-бай-ребята.